Всем привет! Несколько дней назад рассказывал вам про новый защищенный смартфон от Oukitel, который за свои 200 долларов очень даже и хорош. Старт продаж был 18 числа, а сегодня последний день с заниженной ценой, так что подумайте, если вам нужно что-то подобное. Компания Oukitel представила, как утверждает производитель, первый на рынке неубиваемый смартфон Oukitel WP17, который получил стильный дизайн, выделяющий новинку на фоне коллег по цеху, а также инфокрасную камеру ночного видения. Это один из немногих защищенных смартфонов, которые имеют подобное блестящее покрытие задней панели. Производитель заявляет, что он подойдет не только для приключений на свежем воздухе, но и для ежедневного использования в офисе, так как выгодно отличается от традиционных неубиваемых смартфонов. Телефон получил 6,76-дюймовый дисплей разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек. Цветопередача 16 миллионов цветов. Мультитач жесты до 10 касаний. Режим работы в перчатках. Но самая главная фишка экрана – это частота обновления в 90 Гц. Это количество обновлений дисплея за одну секунду активной работы. Таким образом, дисплей на 60 Гц, как в большинстве смартфонов, может отобразить изображение 60 раз в секунду. 90 Гц – 90 раз в секунду, как у нас здесь. Более частое обновление приводит к меньшим задержкам в обновлении картинки, ведь пиксели подгружаются чаще. В общем, 90 Гц – это круто! На задней стороне расположились три камеры – 64-мегапиксельная основная камера и 20-мегапиксельная инфокрасная камера ночного видения с дальностью обзора до 20 метров и на 2 мегапикселя для съемки вблизи. По заявлению многих, камера снимает в кромешной тьме. То есть, глазами вы ничего не видите? Включаете камеру в смартфоне и смотрите, что творится через нее. Это реально круто! За качественные селфи отвечает передняя камера на 16 мегапикселей, которой с галловой хватает для звонков по мессенджерах и селфи. Oukitel WP17 соответствует степени защиты IP69K, то есть может выдержать погружение на глубину до полутора метров в течение получаса, а также может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления. Также смартфон соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD G810. У экрана защита стеклом повышенного сопротивления к царапинам и ударам Corning Gorilla Glass 5. Смартфон построен на базе однокристальной восьмиядерной системы Helio G92, максимальная частота до 2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти с возможностью расширения до 256 флэшкой. Сама же модель станет отличным выбором для людей, которые привыкли к операционной системе Android, она здесь 11-я, которую стоит покупать именно сейчас, ведь цена на аппарат на данный момент минимальная. Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч, есть поддержка 18-ваттной зарядки, а также режим обратно-проводной зарядки. В режиме ожидания проработает до 1000 часов, в разговорном режиме до 100 часов, в режиме видеопросмотра до 52 часов. Беспроводной зарядки нет, но в данном ценовом сегменте ее отсутствие не является критичным. WP17 поддерживает 3G и 4G, 5G пока нет. А еще на борту телефона есть функция NFC для передачи контента с другими устройствами с поддержкой NFC. На УКИТЛ WP17 установлены следующие датчики. Акселерометр, игровой вектор, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп, некалиброванный гироскоп, датчик освещенности, магнитометр, датчик ориентирования, датчик давления, приближения, вращения, датчик сильного движения, шагомер, NFC датчик, датчик отпечатка пальца, а также поддерживают следующие типы навигации. GPS с поддержкой AGPS и EPO GPS, Beidou, Galileo, GLONASS. В общем, можно сказать, что смарт очень интересный за свою цену, а экран в 90 Гц выделяет его на фоне конкурентов. Да и выглядит, как по мне, очень стильно. Видно, что современный дизайн с приятным видом. Все, кому интересны подобные устройства, смотрите в описании, там и ссылка на WP17. Хорошего всем вечера и пока-пока, скоро увидимся!